Очень известная певица Мария Петровна Максакова, консультантом Иван Семенович Козловский. И вот эта певица Журадицкая, очень хорошая певица была, и многие годы работала тоже, вот Иван Семенович, Борис Федорович Шаляпин. И вот эта студия вокальная, или как ее называли, народно-певческая школа существовала многие годы. Из нее вышли певцы Тамара Милашкина, которая сейчас вы знаете, давно прославила Большой театр, она сейчас живет в Вене. Многие-многие певцы были учениками вот в этой народно-певческой школе. Вот Журадицкая, Татьяна Журадицкая, там вот Людмила Голубева, тоже замечательная певица, была Иван Семенович Козловский, консультировал певцов. Это Марина Сыркаумовская, очень великолепный музыкант, артист, которая долгое время работала в Московской филармонии, она и сейчас работает. И у нее такое постоянное сотрудничество с Иваном Семенович Козловским, тоже один из учащихся народно-певческой школы. Именно в Цибири, вот в этом здании, долгие годы работала эта школа. Скромный стол, как вы видите, пельмени простые, но люди имели совершенно другие притягательные, как говорится, стимулы для того, чтобы собраться, поговорить и вспомнить. Это было неважно, какой стол в данный момент. Вот они все сидят за столом, они все рассказывают, они слушают друг друга, общаются. Это прекрасно, конечно. Такие моменты исторические. Это учащиеся тоже народно-певческой школы. Это Татьяна Юровицкая, Елена Федоровна Шелябина. Посмотрите, как она похожа на отца. Невероятно. Просто, как говорится, одно лицо, совершенно крупное такое лицо, вдохновенное. Это, вы знаете, тоже один из образов, который создал Федор Иванович. Великолепный, совершенно сцениванный. Удивительный образ Мельника из «Попередорганышского писалка». Незабываемый образ. Компастер Володиков. Знаете его песни, наверное, «Рех дороги» это замечательная была песня. Вот он был приглашен сюда. «Цертаумский» и «Борис Лич Шаньяков». Вот глядитесь в эти лица. Удивительно. Вот они пели вот Козловский и Шелябин Шелепин. Борис Федорович, он, конечно, чисто целебительский пел, но вот они испытывали удовольствие пообщаться и петь. 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 В этом доме очень многие большие артисты вступают часто. Мы с вами в следующий раз встретимся в выставочном зале, на третьем этаже, я вам должна сказать, чтобы вы не перепутали, уже надо будет нажимать лифт-кноточку «третий этаж». Там появляются и художники. Вот это такой небольшой фильм оказался у нас. Мужчина, я попрошу помочь мне, мне нужно крышечку поднять. У нас сегодня, извините, нет рабочей сцены. И стул, да, пока вот в сторону, извините, но в следующий раз будут рабочие сцены, так что все будет нормально. А это на большую, подняться. Осторожно, вдох. Можно немножко не в глаза, чтобы я видела зал, а то я не… да, вот, наверное, так лучше. Так вот, когда мы вспоминали наших корифеев, вспоминали художников, артистов, драматургов, писателей, я сказала о Скряпине, что это удивительная личность, действительно. У нас много, мы богаты очень, у нас много прекрасной музыки, композиторов, творческих деятелей. Но вот Александр Николаевич Скряпин, может быть, принадлежит к одному из величайших тоже музыкантов, ибо, как и Сергей Васильевич Рахманинов, он был гениальным пианистом, гениальным композитором. И вы знаете, то своеобразие почерка, индивида, которого он имел, это поразительно отразилось в совершенно необычных жанрах. Вот, например, у Александра Николаевича первая симфония, написанная последняя часть с хором. Ну, вы помните, что есть и аналог у Бетхомена, но вот у русской музыки Александр Николаевич это сделал. Это великолепное совершенно произведение. И, конечно же, мы не можем не вспомнить про Метея. Вот это совершенно дивное произведение. Притом, еще эксперименты, которые он делал с аппаратом АНС, когда-то в музее Скрябина стоял этот аппарат, и московские композиторы считали за честь подойти к этому аппарату, который создал фактически Александр Николаевич Скрябин вместе с инженером. И вот этот аппарат давал возможность услышать музыку в цвете. Представляете себе, про Метея звучит хор, оркестр, солирующая фортепиано, партия пианиста солирующего, и еще партия цвета была написана Александром Николаевичем. Это тогда было новшество колоссальное. Притом, это было сделано гениально совершенно. А уже говорить о том, какой был Скрябин пианист, не приходится, ибо не было такого пианиста. Вот два пианиста гениальных, Рахмайнер Скрябин, совершенно разный, абсолютно по почерку, по отношению к инструменту. Это все русская школа фортепиано, богатейшая русская школа. Но как владел Скрябин педалью? Потому что педаль – это одно из самых выразительнейших таких богатых средств в фортепианном искусстве, понимаете? И вот Скрябин владел совершенно потрясающей, легкой, вот такой воздушной педализацией. Это удивительно было, когда он играл. Вообще какой-то такой совершенно удивительный почерк. Он весь совершенно непредсказуемый, вот действительно у него в творчестве очень большое место занимает жанр поэмы, поэмности, прелюдии. И вот совершенно такие состояния, как, скажем, у Прокофьева есть такой цикл у Сергея Сергеевича Прокофьева, мимолетности. На страницу текста музыкального. Но сколько мыслей и сколько там заложено невероятных эффектов фортепианного искусства. Так и у Скрябина. Очень часто на страницу произведений, на две страницы, краткой. Но ведь не даром говорят краткой «сестра таланта», потому что действительно Скрябин владел отточнейшей техникой композиции. И вот я хочу вам сейчас исполнить две поэмы. Может быть, они не так часто звучат, обычно звучат при людии, скажем, шестнадцатого опуса, одиннадцатого опуса, то есть ранние произведения. А это произведения позднего Скрябина со сложившимся обликом. Они, может быть, даже где-то и сложные, и какие-то загадочные совершенно. Но там есть Скрябин, там удивительная концентрация Скрябиновского стиля. Это две поэмы сочинения шестьдесят девятая. Скрябин 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 зрелого Скрябина, который имеет свой облик, очень ярко выраженный и отличающийся от других русских композиторов. Мы говорили о том, что было такое объединение «Могучая кучка». И, конечно, как вы знаете уже, глава был Милий Алексеевич Балакирев, очень яркий композитор, вдохновитель идей. И еще мы одного человека не вспомнили, Владимира Васильевича Скасова, который как бы давал идеи композиторам, чтобы они воплощали какие-то исторические сюжеты, оперные. И он был как бы генератором идей. Но вы знаете, и вторым генератором идей, наверное, был Николай Андреевич Ильинский-Курсаков, «Курсенька», как его называли. Это был удивительный композитор. Я уже не говорю о том, что он оставил, как говорится, нашей Родине столько, такое огромное наследство, такое великолепнейшее музыкальное наследство, которое не оставил, может быть, ни один из композиторов «Могучей кучки» и по количеству, и по качеству материала. И вы знаете, поразительно, у Римского-Курсакова ведь учились потом очень многие. И весь Травинский, практически Игорь Федорович Травинский, вышел из Римского-Курсакова. Потому как Римский-Курсаков ему дал столько идей в инструментовке, столько идей и в отношении бережной любви, и отношения к русской традиции, к русской народной песне, ибо сам Николай Андреевич очень многое знал, многое обработал, и многие интонации народных песен вошли совершенно естественно в его творческое наследие. Я хочу, чтобы мы сегодня послушали, поскольку на Коломене как бы наше сегодня было в сторону Грузии, в поэзии, вот в первом отделении мы слушали стихи, связанные с этой интересной очень страной, Грузия. Так вот, и начнем мы нашу программу с певицы, которую я предложу сейчас на сцену, именно с произведения на стихе Александра Сергеевича Пушкина «На холмах Грузии». Поет лауреат конкурсов международных Раиса Цушенкова. Извините, придется еще одна ваша помощь, мужчины, дорогие. Еще теперь надо будет опустить крышу. Концертмейстеры – это очень интересная и сложная профессия. Итак, мы вспомним Римского-Корского Николая Андреевича «На холма Грузии», а потом зазвучит лирика Рахманинова «Утро», один из великолепнейших романцев. И еще прозвучит произведение, которое я чрезвычайно ценю, просто как музыкант. Это сделано изумительно с точки зрения композиции. Это Сергей Сергеевич Прокофьев, будет часть, которая называется «Песня девушки» из кантаты Александра Невски, посвященной вот этому герою, легендарному русскому герою Александру Невскому. Песня «На холма Грузии» 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 ПЕСНЯ 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 Твоя славных соколов, Мерегов моих добрых волосы, Кто лежит мечами породиной, Кто лежит спелою породиной, Но упают они кровью олою, Землю честную, Сенем морскую. ПЕСНЯ 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 Добрые молодцы! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Можете себе представить, до какой же степени ответственно относился композитор к написанию музыки к фильму. Если из фильма Сергей Сергеевич смог сделать полноценную, прекраснейшую кантату, это он употребил музыку к фильму. Вот как раньше композиторы относились. Это не просто фоновое какое-то произведение, это ключевое историческое полотно, которое звучало в фильме, а потом стало звучать отдельно. И сейчас очень часто её поют как кантату Александр Невский. Но вот этому же герою легендарному Александру Невскому, а ведь по истории вы знаете, что это 1240 год. Это июнь месяц, легендарная битва шведов и русских за землю русскую. И Костромской князь выиграл эту битву. И вот за полководческое искусство, за мужество, доблесть он получил звание Александр Невский. Вот эта страница истории очень драгоценно для нас, потому что он спас нашу границу, а это происходило во время, вы знаете, нашествия татаро-монгольского иго. И если бы не эта победа, кто знает, что было бы сейчас с нами. Это ключевая победа. И Александр Невский совершил величайший подвиг. И вот этому уже посвящена и партита, которая сейчас прозвучит. Я просто в восхищении перед подвигом Александра Невского написала такую трёхчастную партиту для велончели и рояля, где в какой-то степени смогла отразить и восхищение этим великим полководцем. И то самое, как говорится, событие «Ледовое побоище», которое было и в котором мы победили. И сегодня будет премьера этого произведения. Я хочу пригласить на сцену Максима Золотаренко. Просим. А партию «Покипиано» исполняет лауреат Международного конкурса славянской музыки Ирина Рачук. В картите, как я сказала, три части. Я сейчас уберу. Первая часть – «Аллегра», вторая – «Андантэ» и третья – «Аллегра». Первая часть – «Капричо», вторая часть – «Интермецо» и третья – «Токотиноскерц». «Аллегра», вторая часть – «Аллегра». КОНЕЦ 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 Играет музыка 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 Играет музыка